здравствуйте друзья я постоянно как вы знаете общаюсь с людьми которые находятся в поиске работы ну и скажем должны были бы находиться или может быть им позарез надо было бы находиться но они может быть как-то не не так уже находится как бы надо было бы но в общем где-то вот они вокруг этого крутятся закончили курс прошли практику там в какой-нибудь компании и дальше вот начинать а тут пару дней назад приходит паренек я вам его покажу он только-только прилетел пару дней и на следующий день зашел так представиться и пошел там снимать жилье и тогда а потом их нам зайдет и подробно все расскажет паренек из донецка последние полгода он перебрался в запорожье и вот уже из запорожья к нам сюда значит он прошел вот этот курс который висит у нас на портнов.com на русском языке висит курс по тестированию он его прошел потом он участвовал в вебинарах которые там я записывал полтора года назад о том как работаю искать в сша и и вот приходит такой паренек и вдруг рассказывает что он прошел курс нашел работу нашел удаленную работу в соединенных штатах и вот и я так слушаю говорю и думаю надо же как как вот человек тогда вроде даже не просто найти работу да еще в сша и значит он говорит а как как просто вебинары смотрю вот еще говорят делаю а что а то что делать то что говорят делать то что написано и так далее это какой-то невероятный талант знаете в наше время я помню был такой анекдот как на зоне там администрация развлекала заключенных и играли в поле чудес и две проблемы выяснились значит первая проблема что не все алфавит знают а вторая проблема что когда уже все буквы угаданы многие не могут прочесть я вот иногда чувствую себя вот таким администратором проводящим игру поле чудес на зоне знаете где уже все буквы вроде есть и прочесть осталось и вот в этом месте облом я почти каждый день сталкиваюсь с людьми у которых проблема вот они приходят у них проблемы причем им очень нужно они тебе могут полчаса рассказать как ему нужно и все им должны помочь нам и так далее и вот я захожу но обычно это происходит так я захожу в дайс как рекрутер у меня есть лицензия рекрутерская и значит смотрю как вывешено резюме есть такое ну не само резюме профайл вот значит резюме это как бы часть профайла вот как профайл вывешен и если вы видели может быть у наташи у наташи квик она сняла предпоследний урок в онлайновом классе практически полностью снимала весь урок вот если кто-то обратил внимание мы начали этот урок с того что смотри я выключил рекординг да то чтобы это не попало в какую-то запись которая потом может посмотреть и мы так вот приватно я заходил в дайс и ребята мне давали zip код которым они находятся я смотрю где там у них как это все весит чтобы это лучше сделать потому что если это правильно сделать то в любом поиске будет наверху выходить соответственно вместо двух звонков в неделю будет иметь 20 в день вот вот собственно и вся задача но есть отдельное видео где где я просто вывешиваю резюме вот профайл создали извиняюсь за дожие резюме да я создаю этот профайл вот есть видео на час есть еще три видео по часу там все вместе четыре часа значит есть еще видео например о том как как искать работу какие там этапы как на каждом этапе себя вести ну то есть у полностью уже расписано но это же посмотреть на это же надо посмотреть это первый барьер серьезно второй барьер не менее серьезный это даже не просто посмотреть а еще и сделать как сказали это ну трудно в общем трудно в смысле массовости да вот как в этом массово трудно значит еще смотреть надо да еще делать надо да еще как-то надо а вот так его раз его тяп-ляп и дальше значит вот получается потом тут недавно приходил дяденька один ему видимо какой-то толчок был нужен потому что он говорит я уже два месяца год ищу работу я говорю это очень странно потому что если ты ищешь работу и у тебя первую неделю уже проблемы ты должен через неделю уже быть у меня я уже не говорю о том что по нашим правилам повесив резюме вот создав профайл на дайсе ты должен тут же зайти вот тут же и без аппоитмента без ничего там на пять минут прям тук тук заходишь мы тут же пять минут смотрим меняем там в нужную сторону и у тебя идеально вывешенная твой вывешенный твой профайл ты имеешь там пачки этих звонков там и ходишь в туалет с телефонной трубкой потому что обидно если позвонят на тебя нет я все время говорю когда сидишь в туалете и с рекрутером разговариваешь никогда воду не спускай на них потому что они слышат мне жаловались несколько рекрутеров жаловались что на них воду спускали в общем ну ну казалось бы ну что там но зашел но это же так и сложно повесить резюме и зайти посмотреть потом еще два месяца у него прошло когда человек я два месяца ищу и вот не могу найти я на самом деле знаю что происходило он не искал работу вообще ну просто не искал кроме того поскольку я все время на дайсе каждый день и я вижу те тех ребят кто ищет работу я заодно вижу тех кто не ищет да то есть понятно поэтому если он у меня там мелькает я знаю что он ищет если он не мелькает а чего нет поэтому есть очень много степеней неискание работы не нахождение в поиске отклонение от того пути который дан и здесь большой рынок здесь с одной стороны очень много работы с другой стороны здесь довольно много людей я даже не говорю про то что наша школа за год там 500 человек на рынок выпускает в этой нише из них половина на рынок не не дойдет потому что их на интерншипе подгребут и они там останутся поэтому все равно много но но из индии в основном народ то есть если мы посмотрим сколько там резюме и откуда эти люди то там процентов может 85-90 это из индии и и они там как-то по кухням там по по бедрумам там какие-то крэш-корсы там и так далее это очень массовый такой индийский такой бизнес там для кухни для бедрум 3-4-5 человек посадят и там вот они что-то изучают быстренько так быстренько то есть мы по сравнению с ними такие медленный паровоз там 4 месяца там еще практика это отлично и вот тонны народу и ты хочешь чтобы тебе чтобы из этой в этом 100 гусе на твою иголочку вытянули чтобы она прямо сверху раз и твоя иголочка пошла раз твоя иголочка пошла это дорогого стоит и ну ну да но он два месяца ищет как 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 он так ищет и вот пришел парень которому какой-то пинок был нужен значит он говорит вот у меня проблемы и вот мы начинаем разбирать эту проблему и нет ни одного элемента в том что делается ни одного который был он не превратил в прах полный то есть он взял он переписал резюме причем ей я ведь не против чтобы человек хорошо переписал но к сожалению на тысячу человек которые переписывают но может быть пять сделают хорошо ягод класс а остальные делают так это боже как как же ты вот зачем ну ну правда вот и там недавно в стране ты никогда не написал ни одного резюме тем более по этой профессии да что ж ты делаешь да а у него проблемы возникают из-за того как он переписал он уже не понимает там в резюме есть два десятка линий которые прослеживаешь когда когда пишешь и когда видишь резюме опытный человек когда видит там несколько два десятка линий минимум и он когда видишь что-то он видит 2 и он 2 меняет а остальные 18 сломает и после этого все вот это как вывесил это что написано это как отвечает это допустим он должен вывесить резюме и рассылать да по объявлениям а он например только рассылает но не вывешивает и у него есть свои соображения почему я выслушиваете соображения и я думаю вот не случайно развалили ссср не случайно погибла великая страна это народ вот мы как народ развалим все что угодно потому что казалось бы это нам же и нужно но мы себе не дать не позволим мы себе не дадим мы себя в такое загоним чтобы уже уже никто с нами разговаривать не стал потому что просто потеря времени вот жалко так думаешь черт возьми столько сил столько ресурсов вроде все дано я как-то уже стал думать может мне плюнуть на это все в том смысле что ну что мне больше других на мне больше чем ему нужно ну что такое но все равно хочется же как уже до конца то довести все равно хочется я слава бог что пришел тоже может прийти через два года искать знаете вот я тут два года назад закончил но работу найти не смог я ничего себе а что что не пришел ни разу а что что там ну вот там вот он не смог как как же я для тебя письменную эти расписку там что ты не сможешь ты скажи что ты собираешься делать я тебя расписку дам точно не сможешь и от того что рынок такой большой от того что так много народу на нем это не флорида это не чикаго там чё хочешь повесил тебя там с руками театр вот нет здесь здесь надо очень аккуратно ходить по ямп 10 процентов отошел 90 процентов потерял у нас правило вот 1090 здесь работает 10 процентов потому что поэтому не надо самому ну с тобой же работают повесил подошел там неделя прошла какие-то проблемы подошел посмотрели крутили подправили научиться же надо однажды ну вот тут я молодого человека говорю отличником там надо быть да пока он там учится и хочет рабочую визу получить там мне пишут что мол не похоже что ваша школа там одни отличники наши школы это не ребята на each one и мне нужно рабочую визу получать они могут вообще быть с тремя классами образования в этом смысле но но в общем да я вот смотрю думаю чё же так вот они все как-то так место есть дорога прямая его там по кустам по кустам начинают там шастать все из царапанные там какие-то побитые а вроде дорога есть в этом этом это своим путем своим путем интересно ходить такая вот история по-своему даже может быть не такая веселая но в общем и в целом я хочу сказать что хорошая новость состоит в том что человек сам выбирает свой путь и не никто не может никого заставить знаете вот допустим если врач тебе прописал там диету а ты и не соблюдаешь или там таблетку а ты ее не глотаешь или там укол а ты не пришел ну что же врач то может сделать ну что но он же диагноз поставил он лечение прописал а дальше человек вот как то так интересно вот врач переживает или нет я знаю нас много врачей на канале врач переживает когда у него пациент вместо того чтобы лечиться вдруг не лечиться или брать думать да ну его нафиг чуть не хочешь не лечить смотри-ка такое хорошее местечко а мог проехать так что слава богу наши пациенты все живы и чувствует себя в этом смысле неплохо чего и вам желаю вау вау